добрый день меня зовут марина хочу сегодня показать способ каким я закрываю петли я вижу сейчас пола и мне нужно красиво аккуратное закрытие такой чтоб получился фабричный край это возможно сделать иголкой много вариантов есть как сделать эластичное закрытие я покажу петля в петлю я уже когда снимала это видео но хочу еще раз записать потому что там я просто показывала способа здесь хочу озвучить из-за чего это может не получаться вот такой этот способ который получается смотрите какой аккуратно и красиво полотно получается и она эластичная не растягиваться это очень важно вот здесь и как я это делаю если у меня нет с этой стороны я ее увожу в противоположную сторону в лицевую вот эту косичку основном да вот резинка 1 на 1 или 2 на 2 там у нас при закрытии эту петлю я снимаю но мне ну она нужна будет еще я ввожу теперь во вторую петлю изнутри подхватываю за первую перемычку изнутри и вывожу иголку вверх провожу эту ниточку в каждую петельку я буду вводить два раза нить в эту я уже выдела вот один раз я вела и я ее спускаю если вам пока не сложно ведь петли предлагаю их оставлять на спице вот моя петля из которой выводила нить и мне нужно в нее еще раз войти подхватываю сверху вниз и теперь снизу вверх захватываю следующую петельку я буду работать по вот этим вот своим петлям да то есть лицевые петли косички моим и провожу ниточку подтягиваю распрямляю все с этой стороны у меня это лицевые дорожки здесь у меня изнаночные но с этой стороны тоже лицевые поэтому я снова вложу получается петлю сверху вниз эту петлю я снимаю но я знаю что мне мне еще второй раз надо вести будет и по эту петлю ввожу снизу вверх в эту лицевую придерживаю эту петлю потом вы ее будете прям видеть на первоначального предлагаю медленно так делать подтягиваю ввожу я в нее снова сверху вниз следующую снизу вверх и протягиваю следующая моя петля это лицевая дорожка с этой стороны здесь она у меня изнанка ввожу сверху вниз эту петлю снимаю но у меня здесь только одна ниточка поведена я ее еще раз буду использовать эту снимаю потому что два раза уже в нее а вот в эту снизу вверх ввожу первый раз и номер 3 пицца вот моя первая петелька я беру сверху вниз снизу вверх подтягиваю если у вас получается слабо потом можно будет иголочка или спицы вот так вот прям подтянуть я уже приловчила сделать это примерно одинаковые стежки или это сделать сразу чтобы были равномерно и красиво из-за чего может не получаться например вы захватываете эту петлю и у вас получается не видно вот этой петли до или она развернута вот так вот вот таким способом мне нужно за первую перемычку за вот эту сторону схватить иголочка а я за это увожу тогда будет хаос будет перепутано поэтому я снимаю эту петлю и вот она так мне ее не видно видите я захватываю а если бы захватила мне первый раз так и даже тут взяла правильно пальцевой стороне а с той стороны я не вижу эту петельку второй раз бы мне опять вводила и у меня бы не было повтора вот этой лицевой косички в конце будет видео схему вы поймете как вот иголка нужно двигаться поэтому я развором можно сразу развернуть все петли до что было удобно можно вообще на две спицы перенести кому-то так удобно первоначально когда вы уже научитесь видеть эти петли и понимать куда нужно вводить да ну логически просто тогда вам нужно будет работать ну и на одной спице даже если петли развернуты вы будете понимать что сейчас зачем следует какая последовательность ну это не могло не произойти уж понимаете поправлю ниточки разобраться с ними надо чуть-чуть перекрутилась и все что рекомендую первоначально посмотреть схему и понять как принцип того как мы вводим иглу можно сначала потренироваться на образце на каком-то а потом уже ваше полотно закрывать вот моя петелька я уважаю сюда сюда и так продолжаем аккуратно получается это самый красивый такой способ он очень эстетично выглядит на самом деле он очень простой пусть этому нужно уделить там какой-то час данный зато спокойно сесть послушать музыку посмотреть фильм и закрытие спокойно сделать их вот даже видно потом я надеюсь у вас получится то будете довольны этим способом вот видите эту петлю снова уже по привычке хотя для видео понимаю что я стараюсь не снимать я и подхватываю вот эту петельку тут можно даже если она вас соскочила найти по вот этому столбику подхватывая сверху вниз снизу вверх кому-то удобнее говорить сверху вниз снизу вверх с каждой стороны да но если у вас петли развернуты тогда вам лучше говорить за первую перемычку за вторую вот эта стеночка петли вот я ее разворачиваю за вторую беру а здесь до первую ближнюю к моей работе в моей игре то есть тут я ввожу так я бы сейчас бы ввела вверх видите нам не нужно вот так подхватить эту иголочку в этом далеко и петельку можно еще помогать все вот я здесь провела его теперь захватываю ту что мне нужно петлю и следующую держу чтобы они мне не соскочили и подтягиваю мне очень нравится работать по переду снимая петли потому что если я сниму сзади да будет не так понятно вот я провожу больше в эту петельку и в эту держу иглу что хвостик то длиннее чтобы не запутался я думаю на этом этапе уже точно должно быть понятно сейчас конце я прикреплю фото где можно будет посмотреть контрастной нитью там выделена сама процедура того как мы вводим можно даже для себя до перерисовать или там с до ниточку не было или распечатать смотреть на этот рисунок и работать я желаю вам приятного вязания красивых ровных петелек аккуратных закрытий и шикарных изделий красота